Привет, мой дорогой друг, инвестор, миллиардер, успешный человек и просто обычный зритель. Сейчас в тему мажора и выхода КС-2 развелось десятки тысяч инвесторов с инвентарями от 100 рублей до 1000, которые инвестируют свои нереальные 20 копеек в 3 кейса и рассказывают, как купить вот эту наклеечку, которая станет через 3 дня, стоит 10 тысяч долларов. Каждый день десятки видосов попадают в рекомендации, заходишь и там одна туфта, и просто люди рассказывают бестолковые вложения, непонятно во что, просто ради хайпа, потому что сейчас это на волне, все этим интересуются, даже каждая собака во дворе, любую бабку просто на улице спроси, а на стену тебе скажут, инвестируй в холлов на узлов, за 2000 они будут стоить через месяц 20 мультов. Наболевшая тема на данный момент, решил выпустить такой видосик, в этом видосе будет коротко о том, что не нужно покупать, куда не нужно инвестировать, как сохранить баллик, если вам это зайдет, пишите в комментариях, и я сделаю видос, во что можно инвестировать, что нужно закупать и когда. Так, начнем по порядку, сейчас идет мажор, Париж 23, если вы обладатель пропуска с жетонами или без, неважно, вы молодец, получите с этого пропуска в итоге сувенирные наборчики, если вы еще не продавали, продавать там по хайцене, правда уже наверное поздно, если вы не потратили жетоны, ждите, купите сувенирки, не советую их открывать, это точно не окупится, 100%, купите лучше сувенирок и оставьте их с выходом CS2, увидите какой будет буст цен, дебуст цен, неважно, в любом случае продадите намного дороже, чем стоит вообще этот пропуск, а купите его 100%, вот. На перспективу можете закупить какой-нибудь, например, вот с жетонами пропуск, просто для того, чтобы он лежал у вас в инвентаре, мало ли что случится, если вдруг вы обладаете лишней суммой денег, купите на всякий случай один пропуск, пусть он лежит, он жрать не просит, если конечно есть у вас баланс для этого. Не советую покупать здесь больше жетонов, чтобы получить дополнительные сувенирки, смысла этого не имеет, стоит жетон на русских 245 рублей, практически любой сувенирный набор будет стоить порядка 150-200 рублей, может быть сейчас чуть дороже будет варьироваться, но смысла в этом нету никакого, проще вообще не вкладывать в этот пропуск никакие бабки, а оставить все на те жетоны, которые фармятся за верные прогнозы. Капсулы, легенд, автографы, вот эта вся хрень собачья, вообще сейчас нет смысла их покупать, особенно за 80 рублей, если вдруг будут скидки, тогда да, можно будет взять пару десяточек капсул, и тогда есть варик, что вы там с них что-то-то и получите. А сейчас это не имеет вообще никакого значения. Далее, хотел бы затронуть вот этих всех инвесторов, с вот этим балансом дырявым, 20-15 рублей, которые там ничего не закупают на видосе, не показывают никакие ордеры, ничего они вообще не объясняют, просто говорят, вот эту наклеечку купи, она будет стоить вот столько, вот это точно будет подлетать в цене, вот это точно не будет подлетать в цене, вот этот кейс вообще четкий, вот этот кейс не четкий, вот эта наклеечка, вот эта не наклеечка. Короче, все просто и очевидно, даже дебил, который хотя бы год-два на торговой площадке Steam сидел, понимает, что как работает, хотя бы просто в базовых понятиях. Но для совсем объясняю поподробнее. Есть такие турниры, которые были в 21-22 году, это, например, вот Стокгольм. Если ввести холло-наклеечки, они, в принципе, стоят более-менее адекватных денег, даже можно найти с автографами от 20 рублей, но это смысл тоже не имеет вкладываться в эту ерундистику. Нас интересует самая хайповая наклейка, это Мауза голографическая и Тайлу голографическая. Конечно, тут можно еще затронуть Фурию, которая неплохо так просила в цене и стоит всего лишь около 500 рублей, 482, если быть точным. По ордеру еще дешевле можно купить. И все хайпят на вот этих Маузах и Тайлу. Закупайте, мы Мауза, закупайте Тайлу. Они там когда-то стоили каких-то бешеных денег. Да, Мауза, конечно, стоят неплохо. Да, красивая наклейка, голографическая. Если открыть ордера, тут нету вообще ни одного стакана. Тут просто всем срать. Тут все покупают по 1-2 наклейки, ставят ордера. Что можно понять по этому? Вывод можно сделать только один. Нету ни одного инвестора, который выставил бы ордер на покупку огромного количества этих наклеек. Потому что никто не видит в этом смысла сейчас. Если бы тут был хотя бы какой-то стакан, можно было понять, что кому-то это интересно. Даже если открыть мониторинг цены на эту наклейку, можем понять, что она стоила там и 9, и 10 кусков. Кто-то продал 2 штучки. И старт цены у нее там в апреле 9 тысяч. Сейчас она стоит обосранных 2 тысячи рублей. И можно понять, что никакого резкого взлета нету и вряд ли будет. Я, конечно же, буду делиться именно своим мнением. Можете, конечно, послать меня нахер и сказать, ебать, сейчас я куплю маус за 2,5 тысячи, а она будет опять стоить десятку. Я окуплюсь в 20 тысяч процентов и буду ездить на Феррари. Далее еще на хайпе висит вот эта Тайлу, которая тоже стоит неплохо так полторы тысячи рублей. Тоже открыть ордера. Нету стакана никакого проходного. Просто все по 1, 2, 3 штучки. Где-то есть 10 штучек. Но тоже и нет стакана. Нету инвесторов, которые будут просто вырезать эту наклейку с торговой площадки. По мониторингу цен тоже не особо видно, что она стоила там миллиарды рублей. Долларов или там еще чего-то. Она тоже пошла по спаду. Даже стоила когда-то тысячу. Сейчас, в принципе, к этому значению тоже стремится. И я не думаю, что с выходом CS2, CS3, Dota 5, Half-Life 4 что-то поменяется. Возможно, с учетом того, что будет поднятие всего рынка, то поднимется и эта наклейка. Естественно. Прямопропорционально экономике всего рынка на торговой площадке Steam. Поэтому смысла в это вложение тоже я не вижу. Но это, опять же, ваше мнение. Это мое мнение. Далее еще раз хайпина. Вот эта фурия голографическая. Она, во-первых, смотрится ни о чем. В CS2 я не думаю, что тоже будет популярна. Тоже тут стаканов нет. Хотя кто-то тут и по 80 покупает. Есть ордера. Ну, с этой наклейкой проще, потому что она стоит дешевле. Как бы 500 рублей там, с горя пополам там что-то она там наскребет. Я думаю, еще и дешевле будет стоить. Но тоже вкладываться в нее я тоже не вижу смысла. Стоила она порядка 1200-1300. Даже там хайпануло полторы тысячи. Но тоже нету такого никакого скачка. То есть оно все идет вниз. То есть мгновенно какого-то буста не ожидаю. Я думаю, и не увидите. Поэтому вложение вот этих хайповых наклейок, которые сейчас форсят Моуза, Тайлу, вкладывайтесь там, заработайте миллионы с нее. Это просто балаболы. Ну, то же самое с голой Нави, которая тоже без стакана там, проходная. Можно там ордер выставить чуть ли не за 15 копейку купить. Она хотя бы на плову как-то держится. Ну и то. Были он моменты, что ее продают вообще по 70 рублей. Тоже не думаю, что будет что-то какой-то хайп. Сейчас вот этот Париж-23 выйдет. И с учетом того, что выйдут скидки на наклейки и, соответственно, все просядет в цене, думаю, эти наклейки еще подешевеют. В принципе, для закупки проще выбирать уже Париж-тки. Далее, вот эти мамкин инвесторы, которые вкладываются в РМР-турнир, который, конечно, прогорел. Там столько было хайпа по нему, что там вкладываетесь, не вкладываетесь. Кто-то вложился, кто-то не вложился, кто-то смеется, кто-то плачет. Я думаю, это вообще все забытое гамно, которое тоже не будет популярно. Возможно, если они там будут стоить по рублю, блядь, по рублю, блядь, стоить и будут, я думаю, можно будет купить. Их просто жопой жуй на торговой площадке, он по 10, по 5 тысяч. Еще хер знает сколько у всех в ящиках этих наклеек хранится, потому что все влаживались в эту Парашу. Еще сколько их будет на торговой площадке, поэтому вообще, я думаю, даже можно даже ни одной наклейки это не покупать. И смысла в этом тоже не будет. Короче, что можно в итоге добавить? Если вы смотрите каких-нибудь балбесов, которых там 100-200 подписчиков, которые там ничего не закупают, а просто рассказывают, что нужно купить, что не нужно, можете посылать их нахер. Посыл никакого это не имеет. Без негатива, естественно. Мнение, естественно, это мое. Что покупать, что не покупать. Решать, естественно, вам. Вот, если вам все понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите в комментарии, если вам зашло и хотите, чтобы я выпустил видео по тому, что действительно нужно покупать и когда, что возможно вырастет в цене. Можете написать, конечно, в комментарии. Я прочитаю и займусь делать видео. А с вами был миллионер из трущоб, нереальный инвестор, миллиардер в третьей списке Forbes. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok